Добро пожаловать и спасибо за то, что присоединились к нашей дискуссии онлайн. Это новый цикл программ от представительства ООН в Беларуси. Мы будем говорить в рамках этих программ о глобальных проблемах в местном контексте. Меня зовут Иоанна Казановичневецкий, я постоянный координатор ООН в Беларуси. В нашей первой онлайн-дискуссии, которую мы записываем сегодня, которая выйдет в эфир 24 октября, в день ООН, вместе со мной участвует особый гость в нашей конференц-комнате госпожа Хелен Кларк, 37-я премьер-министр Новой Зеландии, впоследствии работавшая бывшим заместителем генерального секретаря ООН и администратором программы развития ООН. С июля 2020 года она назначена Всемирной организацией здравоохранения сопредседателем экспертной группы, которая оценивает реагирование ВОЗ на пандемию COVID-19 и то, как правительство справляется со вспышкой. С нами доктор Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ, врач, который в течение своей карьеры работал в самых разных странах, включая Россию, Мнянму, Северную Корею, а также работал в организации «Врачи без границ» и половину своей карьеры провел на передовой, а вторую половину в штаб-квартире ВОЗ, где 53 страны, составляющие Европейский регион ВОЗ, избрали его региональным директором в самом начале пандемии. Хелен и Ханс, в первую очередь, должны сказать, что это потрясающая возможность пообщаться с вами обоими в рамках нашей дискуссии с задним столом. Потрясающе еще и то, какие возможности дают нам современные технологии, использование которых также стало результатом пандемии. Спасибо большое, что присоединились сегодня. Большая честь. Вы можете спросить меня, почему мы обсуждаем глобальные вопросы, находясь в Беларуси. Очевидно, мы живем в мире, который становится все теснее и теснее, все становится все более и более взаимосвязанным, и то, что происходит в отдельно взятой стране, неизбежно напрямую влияет на глобальный прогресс и на нашу способность, как глобальное сообщество, влиять на проблемы здравоохранения, климата и неравенства. И мы хотим поговорить о глобальных решениях, которые требуют поддержки на уровне стран, и которые будут способствовать развитию. Это ключевой момент нашего мандата. Мы по-прежнему нацелены на достижение ЦУР и выполнение программы развития до 2030 года. И сегодня мы поговорим о тех издержках в части развития, которые вызваны пандемией, а также о решениях, которые позволят нам вернуться на траекторию достижения целей к 2030 году. Сегодня с уважаемыми экспертами мы будем говорить о здоровье, о международном сотрудничестве и глобальном лидерстве. Эти вопросы находились в центре всеобщего внимания последние 18 месяцев. Но, пожалуй, прежде чем мы начнем, я предлагаю нам всем поделиться своей личной историей, связанной с ковидом. Хелен, где вас застало начало пандемии, и как это повлияло на вашу работу, на ваши планы, может быть, даже на вашу жизнь? Спасибо, Иоанна. Ханс, я очень рада записывать с вами сегодня программу для дня ООН. Так вот, я была в Новой Зеландии, когда начали поступать новости о новом виде коронавирусной инфекции. Это был конец 2019-го, начало 2020-го года. Я полагаю, поначалу мир отреагировал с некоторым интересом, с некоторой опаской, но в целом, поскольку человечеству удавалось избегать трагического развития пандемии на протяжении последних лет ста. Я полагаю, у многих людей было ощущение, что это происходит где-то далеко, и их не касается. И вот в середине января я начала активно летать. У меня был запланирован визит в Давос, в Швейцарии. По пути я побывала в Индии. Какое-то время провела на континентальной части Европы, в Великобритании. Затем у меня был визит в Женеву на презентацию отчета комиссии «Ланцет» о здоровье и благополучии детей, который любезно презентовал доктор Тедрос в ВОЗ. И тогда, из разговора с ним и другими экспертами в области здравоохранения, я начал понимать, как серьезно они воспринимали происходящее. Это было в середине февраля. Я вернулась домой через Нью-Йорк. По сути, прошлась по списку всех мест, где в итоге пандемия будет особенно тяжелой. И потом в середине марта я слетала в Чили и вернулась оттуда раньше срока, потому что уже было понятно, что надвигается гроза. И вот с тех пор, со второй половины марта прошлого года, я не покидал Новую Зеландию. Это, конечно, радикально изменило формат моей работы. Он всегда был связан с международными перелетами. Я постоянно была в разъездах. Но теперь возможности к этому не было никакой. Я теперь постоянно онлайн, преимущественно по графику Европы и Северной Америки, так что часто работаю ночью. Но в итоге, уверенно, многие, оглядываясь на это время, скажут, а вообще надо нам было столько летать? И правда, очень много всего можно сделать сейчас онлайн на различных платформах. Чудесно, удивительно. Тот же вопрос Хансу. Как для вас все начиналось? Помним, конечно, что вас назначили региональным директором 1 февраля 2020 года. Да, Иоанна, действительно, все верно. Именно поэтому меня называют ковидным региональным директором. Но, конечно, я этого не ожидал. Когда все начиналось в канун Рождества, я был в Бельгии со своей семьей, с родителями. В то время представитель ВОЗ в Китае, доктор Гаден Галея, с которым мы раньше работали в Копенгагене, прислал мне уведомление вместе с Лондонской школой гигиены и тропической медицины. А за пять лет работы во врачах без границ, в условиях чрезвычайных бедствий, я усвоил, что нужно надеяться на лучшее и готовиться к худшему. Так что я очень быстро реорганизовал работу всего регионального бюро, что поначалу вызвало кучу критики, но в итоге многие согласятся, и решение бросить все силы на борьбу с пандемией было верным. Я не переставал перемещаться между странами, всю пандемию был в дороге, посещал все красные зоны, и одна из самых серьезных сложностей, которую мы пока не преодолели, это гуманитарные коридоры. В те моменты, когда странам была особо остро нужна экспертная помощь, в эти страны было почти невозможно попасть. Поэтому я отдельно благодарен Российской Федерации за то, что они организовали специальные рейсы. Я обсуждал этот вопрос с НАТО на прошлой неделе и на уровне ООН. Тоже сейчас есть понимание того, что это очень важный механизм доставки помощи и экспертов туда, где они больше всего нужны. Что касается личной жизни, в этот период должен сказать, что я намного лучше узнал свою семью, потому что я всю жизнь в разъездах, у меня две дочери подросткового возраста, они умницы, но могут с ума свести в локдауне. Но в итоге я понял, насколько мне повезло иметь такую семью и жить именно в таких условиях. Многие родители не имеют возможности материальной поддержки в этот период. А известные случаи домашнего насилия, насилия в отношении детей, сексуального насилия в семьях в период локдауна, это, конечно, очень темная страна этой пандемии. А на уровне ВОЗ это позволило мне добиться осуществления реформ, которые в иных условиях было бы намного сложнее провести, я так полагаю. Потому что ВОЗ слишком много начальства и слишком мало работников. Так что я сократил многие руководящие должности, сократил несколько отделов, чтобы структура соответствовала реальности и чтобы у организации была гибкость и возможность направлять ресурсы в конкретные страны. В этом смысле я считаю главным работу на уровне страны. Именно поэтому я сейчас в Беларуси. Прекрасно, спасибо. Я со своей стороны тоже могу поделиться. Я с семьей живу здесь, в Беларуси, с 2018 года. Это прекрасное место, чтобы жить всей семьей. Нам здесь очень нравится. Но именно из-за пандемии, чтобы перестраховаться, даже при том, что границы не были закрыты, мы решили никуда не ездить, и я не выезжала из страны 18 месяцев. Это означает, что я своих родственников, которые живут совсем рядом, больше не видела 18 месяцев. Так что, конечно, скучаю, но это наводит меня на мысли о том, что такие ситуации дают возможность еще больше сблизиться с самыми близкими людьми, с теми, кто рядом, с самыми важными людьми. Были и грустные моменты. Конечно, из-за ковида мы потеряли одного из членов нашей команды. Но были и радостные моменты. Мы все начали вакцинироваться. И это, конечно, дает новое ощущение, позволяет видеть свет в конце туннеля и чувствовать, что мы при этом что-то делаем, мы защищаем всех вокруг от этого нового вируса. И по мере того, как мы переходим к обсуждению COVID-19 как глобального явления, хочу напомнить об отчете генерального секретаря, который называется «Наша общая повестка дня», и в котором COVID-19 описывается как глобальный вызов, самый серьезный со времен Второй мировой войны. На глобальном уровне COVID выявляет нашу общую уязвимость и то, как мы все взаимосвязаны. И генеральный секретарь утверждает, что COVID обострил озабоченность с правами человека, а также усугубил хрупкость и неравенство, присутствующее в нашем обществе. Очевидно, что он также усилил определенное разочарование формальными институтами, и в то же время мы стали свидетелями случаев вакцинного национализма. Более того, до срока, который установлен для ЦУР, остается менее 10 лет, а мы оказались отброшены еще больше в сторону с пути достижения результатов в области развития. Но было много и позитивных историй. Люди начали работать сообща, чтобы совместно противостоять поистине глобальной угрозе. Происходило беспрецедентное по темпам и масштабу внедрения технологий для обмена и распространения информации, к сожалению, в том числе и фейковой, и недостоверной информации. Это было важно для контроля эпидемий. А еще мы все вновь вспомнили о роли государства и эффективного международного сотрудничества в решении проблем. Хелен, 9 июля 2020 года ВОЗ назначила вас сопредседателем экспертной независимой группы по готовности и реагированию на COVID, которая оценивает реагирование ВОЗ на пандемию COVID-19 и то, как правительства справляются со вспышкой. Группа оценивала развитие ситуации в Китае и за его пределами и анализировала то, как можно предотвратить будущее пандемии, чтобы нынешняя стала последней. А в мае этого года, по итогам года работы, группа представила свой доклад с рекомендациями на основе заключений, одним из которых является то, что мир предупреждали о пандемии, но многие страны оказались не готовы к тому, что произошло. Было упущено ценное время о системе экстренного уведомления, и заявление оказалось слишком медленным. К тому же, в докладе говорится, что многие страны заняли выжидательную позицию, а когда начали, наконец, действовать, то без всякой стратегии и координации. Далее говорится о том, что во многих странах лица, отвечающие за принятие решений, не обращали внимания на очевидные признаки, не выделяли своевременного достаточного финансирования, и что все это только увеличило масштаб неравенства в обществе. В докладе должное внимание уделяется и хорошим новостям, коллективному реагированию, самоотверженности медицинских работников и успешной разработке вакцин. Мы также усвоили, и группа экспертов отдельно это отмечает, что благосостояние нации не является залогом успеха в борьбе с пандемией. Хелен, вам вопрос. Можете ли вы рассказать подробнее о работе группы экспертов? Вы, Иоанна, очень обстоятельно все резюмировали. Группа потратила добрые 10 месяцев на то, чтобы понять, какие можно извлечь уроки из опыта этой пандемии. И мы с самого начала условились, что целью будет не поиск виновных, о донесении достоверной информации. Мы стремились деполитизировать этот вопрос, потому что для того, чтобы добиться прогресса, необходимо больное глобальное сотрудничество. Мы стремились сделать это основным посылом всего отчета. Но, как вы верно отметили, вывод заключается в том, что мир по большей части был не готов. А ВОЗ оказалась не располагающей должными возможностями для того, чтобы сделать то, что организация хотела сделать. Никто не может обвинить ВОЗ ни в чем. Они работали изо дня в день, из месяцев в месяц, теперь из года в год. Мы видим, как доктор Тедрос, Майк Райан и его команда информируют, сообщают факты, предлагают руководство к действию. Одной из проблем было то, что ко всему этому прислушивались не все и недостаточно быстро. Январь видится нам упущенным месяцем и в Китае и в том, что ВОЗ, на наш взгляд, не была наделена достаточными возможностями для того, чтобы делать то, что в идеале она должна была быть в состоянии делать. Но даже при этом в конце января была объявлена чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение, февраль при этом тоже стал, по сути, упущенным месяцем. Такое ощущение, что это понятие чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющие международное значение, недостаточно красноречиво говорить странам и правительствам «надо действовать». Все серьезно. Как я уже говорил, такое чувство, что это все потому, что беды человечеству удавалось избежать аж с 1918 года. Да, вспышки серьезных заболеваний были, но ничего сопоставимого с глобальной пандемией не было. Так что все немного расслабились. И в феврале, когда ВОЗ призвало всех действовать, многие заняли выжидательную позицию. Пожалуй, стремительное развитие ситуации, которую мы наблюдали на севере Италии в первую очередь. Я полагаю, именно это, наконец, дало понять людям, что, по крайней мере, людям в северном полушарии, что все серьезно. Именно тогда в моей стране привели в действие план борьбы с пандемией гриппа, что было совершенно неактуально. Закрыли все границы и ввели очень жесткий локдаун. Переносимся в сегодняшний день. Наша группа предложила два набора рекомендаций. Первый касается нынешней ситуации, и мы призвали ВОЗ выработать стратегию прекращения пандемии. Доктор Тедрос это сделал. Эта стратегия была совместно представлена им и Антонио Гутеррешем. Доктор Тедрос очень четко заявил, надо, чтобы к декабрю 40% населения каждой страны было вакцинировано. И чтобы 70% населения каждой страны было вакцинировано к моменту встречи Большой Семерки в следующем году. И к этому нужно предложить все усилия, потому что чем дольше все это тянется, тянется и тянется, тем больше вероятность столкнуться с чем-то еще более смертельным и более заразным, чем вариант Дельта. Так что стратегии есть. Мы также призвали к срочному перераспределению вакцин. И мы слышим обнадеживающее заявление от президента Байдена, от лидеров Большой Семерки. Но нам нужно, чтобы все это происходило уже сегодня, не в следующем году, прямо сейчас и в очень больших объемах. Это уже как мантра, которую повторяет президент Эллен Джонсон Серлиф и, повторяю я, от имени группы экспертов. Второй набор рекомендаций касался будущего, скорее даже среднесрочной перспективы, поскольку мы не знаем, когда может произойти следующий зоонатический инцидент с таким же пандемическим потенциалом, таким как и новый коронавирус, может через 10 лет, может через 10 дней. Именно поэтому мы призвали Генеральную Ассамблею обозначить, как мы будем двигаться дальше. Посредством Согласованной Политической Декларации и Особой Сессии. Это случалось неоднократно по теме здоровья, и по неинфекционным заболеваниям, и по всеобщему охвату, и по лекарственной устойчивости, и по теме ВИЧ-СПИДа. Посредством Особой Сессии делается довольно много. Поэтому мы рекомендовали в рамках особой сессии принять новую архитектуру, создать новый совет по угрозам в области здоровья с участием глав правительств и государств, то есть орган высокого уровня, также создать орган надзора за СМИ, новый механизм финансирования, части готовности и реагирования. Мы призвали модернизировать акселератор ACT и платформу COVAX. Мы поддержали предлагаемую доктором Тедросом и другими руководителями рамочную конвенцию по готовности к пандемии. И, наконец, мы отдельно рекомендовали расширить полномочия ВОЗа. Это крайне важно. Антонио Гутерреш назвал наш отчет платформой для реформ, и мы продолжаем об этом говорить в Нью-Йорке, зная, что ВОЗ готовится к сессии Ассамблеи здравоохранения, которая пройдет в следующем месяце. Я надеюсь, что на этой сессии удастся согласовать все положения конвенции и устранить все имеющиеся в системе международных инструментов пробелы. Прекрасно. Переключимся на Европу. Ханс, за этот же период вы создали в Европейском оригинальном бюро Общеевропейскую комиссию по здоровью и устойчивому развитию, независимую, междисциплинарную группу выдающихся лидеров, целью которых будет переосмысление политических приоритетов в свете пандемии, в свете того, какие уроки из нее можно извлечь. Результатом работы комиссии стал отчет, опубликованный лишь месяц назад, в сентябре 2021 года. Мандат группы также включал изучение уроков, которые можно извлечь из того, каким образом разные страны, разные системы здравоохранения отреагировали на пандемию COVID-19. И внесение рекомендаций относительно того, какие необходимые инвестиции для повышения устойчивости систем здравоохранения и социальной защиты. Может быть, вы расскажете нам о работе комиссии и результатах, а также о выдающихся экспертах, которые вошли в ее состав. Да, спасибо, Иоанна. И в первую очередь хочу сказать спасибо Хелен и президенту Джонсон за выдающийся проделанную работу и подготовленный отчет. Председатель нашей комиссии был постоянно с ними на связи. И что касается работы комиссии Монти, которая была создана год назад, из своего опыта работы с пандемиями, я знаю, что для таких ситуаций характерен цикл паники, на смену которому приходит цикл пренебрежения и халатности. У человека короткая память. И я пытался сделать так, чтобы вопросы здоровья были среди приоритетных в политической повестке еще в 2009 году на фоне глобального экономического кризиса. Но я не справился. ВОЗ всегда общалась с людьми из систем здравоохранения. Нам с ними легче разговаривать, они обычно прекрасно выполняют свою работу, но мы не умеем разговаривать с главами государств, с министрами финансов. Поэтому я подумал, почему бы не созвать независимую комиссию. Это не комиссия ВОЗ, я назначил только председателя. В состав которой войдут как раз люди не из системы здравоохранения. И я безмерно благодарен профессору Марио Монти, бывшему премьер-министру, министру финансов, который провел Италию через очень экономически непростые времена. Он также был членом Европейской комиссии. В состав комиссии входили главы государств, министры финансов. Я также пытался отразить в составе обширность европейского региона ВОЗ. С нами была первая женщина-президент в Центральной Азии. Госпожа Роза Атунбаева, а также господин Игорь Шувалов, занимавший в свое время пост вице-премьера по финансову в кабинете Путина. От западных стран у нас были такие люди, как Джим О'Нилл, стоявший у истоков БРИКС, госпожа Сильви Гулуар, заместитель председателя правления Национального банка Франции, бывший министр обороны. То есть как раз те люди, которые могут помочь нам отстоять позицию о том, что здоровье должно занимать центральное место в повестке «Постановление устойчивого развития». Они должны были по большей части не анализировать уроки, собственно, пандемии. Мы с самого начала хотели, чтобы была выработана новая стратегия здравоохранения и устойчивого развития, который у нас теперь есть. Резюмировать работу комиссии можно тремя ключевыми выводами. Первый. Здоровье должно быть глобальной целью всех государств. Второе. Необходимость инвестиций в то, что мы называем единым здравоохранением. Поскольку мы все находимся в нынешнем положении именно из-за уязвимости на стыках охраны здоровья людей, животных и окружающей среды, нам нужно очень существенно нарастить работы по единому здравоохранению. И третье. Нам нужно новое измерение многостороннего сотрудничества и управления. На общеевропейском уровне рекомендовано создать Паневропейский совет по угрозам в области здоровья. На сегодняшний день нет единого органа, в который могут обратиться руководители высокого уровня 53 государств, которые входят в европейский регион ВОЗ для обеспечения единообразия политики. Переведу очень конкретный пример. Каждый день мне звонят премьер-министры и министры по теме ковидных сертификатов, например, по вопросам того, почему привитые китайскими вакцинами или спутниками не могут въехать в ЕС. Это создает серьезную геополитическую напряженность. У нас есть пример желтой лихорадки. Нам также нужен Паневропейский центр контроля заболеваний. В ЕС для 27 стран есть такой центр, но никто не защищен, пока все не защищены. И наше бюро будет координировать эту работу. Что касается самой организации ВОЗ, если она не в состоянии себя переосмыслить, то она просто не будет иметь возможности оказывать государству актуальную помощь. У меня, как у региональных директора, нет никаких сомнений в том, что нужно делать. Нужно сделать три вещи. Первое. У ВОЗ есть уникальное конституциональное преимущество относительно остальных агентств системы ООН. Это ее федеративная структура, которая включает шесть полуавтономных регионов. Каждый день шесть региональных директоров практикуют самый настоящий глобальный мультилатерализм. Все эти регионы имеют серьезную историческую, культурную, лингвистическую и политическую общность. Недавно в American Medical Journal была опубликована статья соавторства госсекретаря по здравоохранению на тему «Должна ли у регионального бюро ВОЗ быть возможность объявлять тревогу?» Я лично уверен, что в нынешней ситуации это спасло бы множество жизней, если бы у регионального бюро была возможность объявить пандемию. Второе. Нам нужно больше политической вовлеченности со стороны государств-членов в деле соблюдения международных медико-санитарных правил. Всегда, когда речь заходит об их пересмотре или о каком-то новом соглашении, я говорю, что это не сделает мир безопаснее. Если только мы не обратим внимания на очевидное для абсолютно всех. Нужны дополнительные положения об ответственности подписантов за несоблюдение. Это касается и доступа ВОЗ к странам и к данным. Если этот вопрос не решить, ни от какого нового документа не будет толку. И третье. ВОЗ необходимо более гибкое, устойчивое финансирование. И об этом говорила экспертная группа ООН. Работа Общеевропейской комиссии завершена, и сейчас региональный комитет, мой руководящий орган, создал рабочую группу государств-членов, потому что государства теперь должны решить, насколько они применимы, и что из этих рекомендаций можно реализовать. Интересно. Спасибо. Многие из этих рекомендаций идут рука об руку с тем, что говорили эксперты глобальной группы. Ваш регион довольно крупный, 53 страны, и к тому же очень разнородный. Хелен, как все это выглядит на глобальном уровне? В частности, то, что говорил Ханс об институциональном потенциале для регионального реагирования? Как региональные организации могут помочь достичь те цели и задачи, которые вы подчеркивали в своем отчете? Я полагаю, региональное сотрудничество — это неоценимое подспорье. Один из вопросов — это, кто может стать главным проводником такого сотрудничества. Я полагаю, что ВОЗ в Европе как раз играет такую роль. В Африке в такой роли может выступить новый Центр контроля заболеваний, который очень хорошо себя зарекомендовал. Очень хорошо. И, конечно, ВОЗ тоже. Так что вопрос в том, будут ли главными проводниками региональные структуры ВОЗ, или это будут органы региональных организаций, как в случае, например, Центра контроля заболеваний Африканского Союза. Я живу в той части мира, где как раз несколько своеобразная ситуация с региональным сотрудничеством, потому что у нас здесь практически никого нет, кроме ВОЗ, которая включает нас в свой Тихоокеанский и Юго-Восточно-Азиатский регион. Но, тем не менее, я полагаю, что комиссия, созданная Хансом, которую возглавил Марио Монти, проделала феноменальную работу, особенно в аспекте единого здоровья. Мы обращались к этому понятию в нашем отчете, конечно, но не так подробно, как Общеевропейская комиссия. Поэтому сейчас в распоряжении государств-участниц ООН несколько крупных и очень важных отчетов. Отчет Общеевропейской комиссии, доклад нашей группы экспертов. Есть еще, конечно, отчет группы высокого уровня Большой Двадцатки и множество независимых публикаций, такие, как «Ланцет», и все они о том, как можно двигаться дальше. Недостатка идей о том, как двигаться дальше, в мире нет. Главное — достичь консенсуса о том, какие из идей стоят того, чтобы их взять на вооружение. Мы со своей стороны именно поэтому поддержали идею о том, что Генеральная Ассамблея при поддержке ВОЗ должна добиваться принятия новой политической декларации. Мы также поддержали идею о дальнейшем пути, потому что варианты можно обсуждать бесконечно, но нам нужны конкретные действия, чтобы не оказаться в той же ситуации в очередной раз. Нужно и принятие рамочной конвенции. Мы в своем отчете говорили о том, что были бы рады ее согласованию до конца года, и все говорили, что это несколько нереалистично. Но позвольте, я проведу параллель, которая будет близка людям в Беларуси, потому что люди в Беларуси пострадали от последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Я была в Чернобыле, была в пострадавших регионах в Беларуси. Через пять месяцев после аварии в мире было принято две новые конвенции о ядерной безопасности. И это во времена холодной войны. Тогда вообще все со скоростью света происходило по сравнению с тем, что мы видим сейчас. Могу лишь обратиться к тем, кто соберется на Ассамблею здравоохранения в следующем месяце. Поддержите переговоры по новой конвенции, потому что те правовые инструменты, которые у нас есть, не годятся. И в ВОЗ нужна поддержка на уровне новых международных инструментов. Еще раз призываю вас к этому. Иоанна, а могу я задать вопрос Хелену? А почему, как вы думаете, сейчас так много времени уходит по сравнению с тем, что произошло за пять месяцев в 1986 году? Почему столько времени уходит? Почему нет решимости предпринимать действия в условиях такого бедствия? Непостижимо, да? Полагаю, что хотя геополитические условия в конце холодной войны, когда случился Чернобыль, были другими, они все же были упорядоченными. В то же время, как сейчас, они просто токсичны. Это во многом усложняет отношения крупнейших игроков. Нам в те времена удавалось достигать намного большего за то же время. Для меня одной из самых грустных круглых дат за прошлый год стало 40-летие искоренения Оспы. Действия по ее искоренению были согласованы и осуществлены во времена Холодной войны. Так что тогда было больше порядка. Мы живем в период неупорядоченных и нарушенных отношений между крупными игроками. Это сильно все замедляет. И со своей стороны я могу только призывать к тому, чтобы выстраивать международное сотрудничество по тем направлениям, по которым у нас общие интересы. Именно поэтому название отчета Антонио Гутерреша — наша общая повестка, очень говорящая. Послушайте, мы члены ООН, народы, мы во многом не согласны друг с другом, но мы точно можем объединиться перед экзистенциальной угрозой, угрозой нашему здоровью, нашему климату. Нам нужно выбрать те направления, по которым мы можем работать на благо многосторонних отношений. И позвольте мне вернуться к тезису, которую я уже озвучивала. Наш отчет был сознательно подготовлен аполитичным. Мы уверены, что политизация этих вопросов просто токсична. Их нужно деполитизировать, чтобы все могли работать в общих интересах. Спасибо за этот очень четкий посыл о деполитизации. Позвольте мне также рассказать о региональном сотрудничестве, происходящем с участием Беларуси. Беларусь сейчас председательствует в СНГ. Это местная региональная организация. Только на этой неделе в Минске прошел совет министров здравоохранения и министров иностранных дел, Содружества независимых государств. Они все собирались в Минске. Ковид-19 и борьба с пандемией были ключевыми вопросами повестки. Ханс, расскажите, как государства видят цели сотрудничества в регионе и что нужно для более эффективной работы всего европейского региона в ООЗ с точки зрения государств-членов. Для меня было очень символично то, что я добрался в ночи из Словении, которая председательствует в Совете Европейского Союза и где прошла встреча министров здравоохранения ЕС. Так что я попал с аналогичной встречи в ЕС на такую же для СНГ, чтобы увидеть сход свои различия. Конечно, разделаться с пандемией — это главный приоритет. И все страны согласны, что для этого необходимо политическое лидерство и международная солидарность. И главное, конечно, здесь это вакцинация. Или важно, в Беларуси, в СНГ, на Западе, нам нужно добиваться более широкого принятия вакцин людьми, поощрять, а не наказывать. Нам нужно наращивать производство и перераспределять объемы, которые у нас уже есть. Я говорил об этом с руководством Беларуси и с послави на встречи, которую вы, Иоанна, проводили. Конечно, пандемия, ее смертность и страдания врежутся в историю здравоохранения надолго. Но она также показала, насколько мы все между собой взаимосвязаны и взаимозависимы. Абсолютно все люди в мире. Никто не изолирован от мира. А здоровье вне политики. Хелен очень хорошо это сформулировала. Деполитизация. Здоровье — это одна такая область, и нам нужно найти другие области, по которым мы можем работать ради здоровья всех. И здесь у ООН есть уникальная возможность. Разобщенность, о которой очень красноречиво говорила Хелен, сама по себе никуда не уйдет. Поэтому нам нужно искать области, в которых мы можем наводить мосты. Поэтому обсуждение на уровне СНГ касалось не только ковида. 9 из 10 человек в регионе умирают от неинфекционных заболеваний, того, что мы называем хроническими заболеваниями. Так что важным приоритетом является борьба с ними через факторы риска и нездоровый образ жизни. И нам нужно доделать недоделанное. Туберкулез, особенно с лекарственной устойчивостью, ВИЧ-спид, дестигматизация. А с учетом того, что это инфекционное заболевание, справиться с ними мы можем только вместе. Иона, я также подписал новый меморандум о взаимопонимании, где большое внимание уделяется информационным системам здравоохранения, поскольку все страны согласны с цифровой трансформацией. Но я всегда говорил, что цифровизация неработающей системы даст вам просто неработающую цифровую систему. Так что нужны качественные, достоверные, не фейковые данные. Поэтому я очень рад тому, что страны уделяют приоритетное внимание информационным системам и контролю качества. До того, как попасть в Минск и Словении, я был в Туркменистане, где с президентом обсуждал международные медико-санитарные правила и важность отчетности. И я рад тому, что президент согласился, очень рад тому, что президент согласился принять миссию ВОЗ по надзору и оценке информации. Прекрасно. Спасибо. Вы упомянули роль ООН, и я бы хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы отметить, что в Беларуси страновая команда ООН очень быстро мобилизовалась. Страновой офис ВОЗ играл центральную роль в нашей страновой команде. И мы, в первую очередь, для себя сформулировали план борьбы с пандемией. У нас здесь в системе ООН и в системе международных финансовых институтов работает 250 человек. Они все входят в сферу нашей ответственности за их благополучие. Сюда добавляется еще примерно столько же человек, члены их семей. Мы очень быстро выработали план действий и стали продвигать довольно адресную вакцинацию среди наших сотрудников. И хочу сказать, в нашем офисе мы организовали кампании по вакцинации вместе с местными учреждениями здравоохранения и привили 115 человек. Я подогаю, что уровень принятия вакцин в целом нормальный, но мы полагаем, что нужно предлагать больше усилий по информированию и активному приглашению на вакцинацию. По всему городу встречаются бигборды. Это наш приоритет. Эта часть информационной кампании, которую мы на самом раннем этапе начали проводить еще в первой половине 2020 года вместе со Всемирным банком на самом раннем этапе. Мы также разработали план социально-экономического реагирования на пандемию, который включает прочие аспекты экономического развития, социальной поддержки, модернизации медицинских служб и систем. Мы со своей стороны уверены, что когда различные организации и системы ООН предлагают то, что каждая из них может сделать со своей стороны и при руководстве ООС, мы можем значительно продвинуться по всем фронтам нашего сотрудничества. В заключительной части нашей дискуссии я бы хотела коснуться вопроса неинфекционных заболеваний, о которых ни в коем случае нельзя забывать. Вы сами упомянули, что нужно завершить начатое по инфекциям, но и по неинфекционным заболеваниям еще очень много работы. Вы оба много работали по этой теме. Хочу подчеркнуть, что ВОЗ и ПРООН работают вместе уже много лет в составе Межведомственной рабочей группы ООН по профилактике и контролю неинфекционных заболеваний, которая была создана в 2013 году генеральным секретарем для координации выполнения обязательств в рамках политической декларации 2011 года по неинфекционным заболеваниям. В таких странах, как Беларусь, тема неинфекционных заболеваний является приоритетом системы здравоохранения, и вы вчера обсуждали с руководителями, но хочу напомнить, что предупредить всегда лучше, чем лечить. Поэтому здоровый образ жизни и здоровое питание остаются важнейшими аспектами профилактики. На уровне всей ООН мы выступаем за то, что профилактика является наиболее экономически эффективным подходом. Мы разработали экономический сценарий профилактики неинфекционных заболеваний. Это тоже междисциплинарный подход, и мы уверены, что эта система останется приоритетом для дальнейшей скоординированной работы системы ООН. Как вы думаете, как те институты, создание и деятельность которых необходимы для преодоления пандемии, могут способствовать и борьбе с неинфекционными заболеваниями? Я убеждена, что можно использовать тот факт, что все влияние сейчас привлечено к теме здоровья в контексте пандемии. Чтобы мобилизовать ресурсы и на борьбу с неинфекционными заболеваниями. Потому что, говоря о тех, кто больше всех уязвим в условиях пандемии, мы всегда говорим о людях с имеющимися заболеваниями в каждой демографической группе. Это люди с диабетом, почечной недостаточностью, астмой, вызванными табаком респираторными заболеваниями и состояниями. Неравенство в этой части существует во всех странах. В моей стране состояние здоровья коренных народов намного хуже, чем у остального населения. Состояние здоровья тихоокеанских наций значительно хуже, чем европейского населения. Так что нам нужно использовать тот факт, что пандемия особо остро обозначила проблемы неравенства и состояние здоровья. Здесь нужны всесторонние усилия. И я очень рада тому, что ВОЗ создала группу для пересмотра отчета о социальных детерминатах здоровья. И я надеюсь, что в этой работе, в этих усилиях пригодятся уроки, извлеченные из ковида. То есть все в внимании не только пандемии. Нужно работать с той уязвимостью, которую выявила пандемия, с ее социальными факторами и таким образом с неинфекционными заболеваниями, время которых во многих странах, включая мою страну, связано с социальными и экономическими неравенствами. Напоминаю, что именно неинфекционные заболевания, время этих заболеваний во всех странах связано с социальным экономическим неравенством. Предстоит решить много глобальных вопросов, что, очевидно, требует и глобального взгляда на сотрудничество между учреждениями системы ООН которые должны сыграть в этом очень важную роль. Одна из идей, представленных в докладе генерального секретаря «Наша общая повестка» — это новый предложенный новый социальный договор на уровне страны, более инклюзивный и равноправный процесс обеспечения людей тем, что им необходимо, в центре которого находятся гражданин. То есть, и с учетом местного контекста, задач глобального уровня, необходим процесс, лежащий в основе правительственных и национальных приоритетов, а затем региональных и далее глобальных решений. Особый акцент в нашей общей повестке дня сделан на правах человеком, которые должны быть основой социального договора. Как, по вашему мнению, связаны между собой право человека и здоровье? Вопрос Хансу, поскольку эта тема в ваших обсуждениях вчера уже поднималась. Да, спасибо. Эта тема мне очень близка, поскольку моя карьера начиналась во «Врачах без границ», в Сомали во время гражданской войны, затем в Либерии, так вот, здоровье — это неотъемлемое право человека и основа устойчивого развития. И здоровье аполитическое. И мы не можем достичь социальной сплоченности и защищенности без должного внимания наиболее уязвимым группам, поскольку на уровне региона мы видим утрату доверия к структурам управления. А это очень опасно. Мы видим множественные признаки экстремизма, и одним из тезисов отчета Монти была необходимость подчинить разломы в обществе. Вот есть программа «Здоровье в тюрьмах», и я открыто сказал, что мы будем только рады возможности провести оценку системы охраны здоровья заключенных и о мигрантах. Это очень болезненная и очень актуальная проблема, особенно на фоне приближающейся зимы и нынешней напряженности. Я об этом говорю всегда, когда мне нужна лидерская поддержка на любом уровне. Но я говорю еще и о том, что здесь не обойтись без гражданского общества, потому что у нас, у ВОЗ, у ООН есть определенные ограничения. Мы, согласно мандату, работаем со странами, с руководством, и чтобы никто не остался без внимания, нам не обойтись без гражданского общества. Они обеспечивают подотчетность, в том числе и наших действий по защите ценностей, солидарности и равноправия. Доклад генерального секретаря как раз предполагает создание специальных контактных лиц в системе ООН в каждой организации для взаимодействия с гражданским обществом и более плотного вовлечения организаций гражданского общества в процесс принятия решений ООН. Хелен, вы уделяли особое внимание такому сотрудничеству, когда были администратором про ООН, и я это очень хорошо помню. Во время каждого визита в страну, а в Беларуси вы были дважды, вы всегда взаимодействовали и с руководством страны, и с гражданским обществом. В чем важность такого сотрудничества и партнерства для устойчивого развития, по вашему мнению? Полагаю, ПРООН была в авангарде многих организаций системы ООН в том, что у нас был консультативный комитет по гражданскому обществу, который очень полезно держал нас в курсе того, в какой ситуации находится гражданское общество в той или иной стране. Я прекрасно помню встречи с организациями гражданского общества в Беларуси, и ПРООН вместе с другими страновыми командами проделала существенную работу для того, чтобы оказывать поддержку, для того, чтобы голос организации гражданского общества присутствовал в процессах, связанных с Советом по правам человека. Помню очень активную позицию организации по теме инвалидности, женщин, молодежи, по теме прозрачности в том числе. Полагаю, что этот вопрос нужно рассматривать в привязке к ЦУР-16. Она касается инклюзии и управления соглядкой на широкое участие. Это очень важные аспекты для гражданского общества. Дело в том, что правительства, как бы они не пытались показать обратное, они не знают всего. Они ведут себя так, будто все знают, но не нужно терять связи с обществом, и для этого нужно слышать голос гражданского общества. Помимо просто голоса, организации гражданского общества могут очень грамотно оказывать и профильные услуги. Я была тому свидетелем, возглавляя Совет Комиссии по политике в области наркотиков, и голос организаций гражданского общества в этой сфере очень важен. Так что нужно искать возможности давать организациям гражданского общества голос в каждой политической системе, поскольку если его не учитывать, то процесс принятия решений будет не таким оптимальным, каким он мог бы быть. Спасибо. Это четко прописано и в нашем мандате. Мы продолжаем работать с самым широким кругом сторон, включая гражданское общество, частный сектор, религиозные организации, СМИ, для того, чтобы добиваться прогресса в деле совместного достижения целей устойчивого развития. Это главное в мандате ООН. В завершении хочу напомнить, что сегодня, 24 октября, день рождения ООН, поэтому, чтобы закончить на позитивной ноте, сперва, Хелен, что вы пожелаете в день рождения этой 76-летней организации? Моё пожелание в день рождения будет таким. Я желаю государством-членам в Нью-Йорке ускорить обсуждение общей повестки. Она должна быть в самом центре внимания. В ней содержится много отличных идей, они должны притвориться в конкретные действия. Это зависит от Нью-Йорка, так что я прошу не затягиваться этим. Это результат существенной работы, на основании которого необходимо двигаться дальше. Спасибо большое от имени организации. Ханс? У меня будет пожелание сотрудникам, волонтерам, стажерам ООН, особенно их семьям, поскольку семьи многие пережили за время пандемии. В то время, как люди посвящают себя целиком работе, в моем случае было именно так. Я преуспеваю и во всем добиваюсь успеха только тогда и только потому, что меня во всем поддерживает прекрасная семья. Всем вам, вашим семьям, здоровье. Организации смелости в том, как сказала Хелен, превратиться в более гибкую организацию. Хелен, я всегда восхищался вашей работой в программе развития ООН, убежден, что многим организациям системы следует двигаться в том же направлении, чтобы быть более гибкими, ориентированными на потребности стран и иметь возможность на них реагировать. Потому что они этого никогда не забудут. Я это вижу везде, где бываю. Страны сейчас изолированы. Им особенно важно иметь рядом с собой надежного партнера. И они в этих условиях этого никогда не забудут. Это создает прочную связь для решения самых деликатных вопросов. Так что мое пожелание семьям, а организациям и лидерам и самому себе мы тоже должны вносить свой вклад быть более гибкими, что соответствует видению генерального секретаря. Спасибо большое. Я присоединяюсь к пожеланиям нашим сотрудникам, семьям, партнерам правительства, всем странам-членам нашей организации, всем нам оставаться вместе, работать оперативно и реагировать на все, в чем миру от нас нужна помощь. Спасибо большое. Подошла к концу наша первая встреча в формате дискуссии онлайн. Спасибо, Хелен. Спасибо, Ханс. Надеюсь, что мы сможем продолжить это обсуждение. Может быть, в следующий раз уже лично, когда мы все соберемся за одним столом. Очень рада тому, что вы присоединились ко мне в конференц-зале ООН в Беларуси. Для этого очень-очень важного обсуждения того, как на местном уровне мы можем содействовать достижению европейских и глобальных целей, над которыми вы все усердно работаете. Спасибо, Хелен. Хелен был очень рад. Как всегда, много нового узнал. Спасибо, Ханс. Спасибо, Иоанн. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok